Слава Украине! Мэр, вам! Дорогие друзья, 26.04.2022 года вот я прочёл лекцию по... Вернее, начал читать первый вопрос, открыл лекции по патопсихологии. И у меня настолько заболела душа, что я решил выйти в такой вот спонтанный прямой эфир. Это категория видео. Неинтересные видео. Интернет-дневник Любонера Богоявленского. И то есть, ну это я хочу даже вот выговориться, да, потому что то, что она болела на душе. Понимаете, Путин совершил непоправимое злодеяние века. Зло такого нечеловеческого уровня, которому, ну я, этому нет прощения. То есть, это зло высшего уровня, которое принесло страдания и мучения непоправимые жертвы миллионам людей. Включая, как нас, украинцев, которые претерпеваем от российской агрессии и заканчивая, конечно, самими гражданами Российской Федерации, россиянами. Путин все, что только можно, поломал и разрушил. Уничтожил и стер. И вот сейчас, в 2022 году, понимаете, я осознаю, что из-за Путина, насколько лично я пострадал. Почему пострадал? Понимаете, до 2015 года моя ключевая была задача заниматься наукой психологии. Я хотел посвятить психологии всю свою жизнь. И Путин все это своими неадекватными, ненормальными решениями, вот этой российской агрессией поломал и уничтожил. Если бы никакой агрессии военной, путинской, в 2014 году не было, то моя бы судьба и жизнь совершенно иначе сложилась. Я уже не только аспирантуру окончил бы по психологии, а уже давно окончил бы докторантуру и был бы молодым доктором психологических наук. Я даже не сомневаюсь в этом. Но только в 2017 году я осознал и поверил, что российская агрессия реальна. Понимаете, я до 2015 года был совершенно другим от плане науки. То есть я был человек, для которого в то время, ну, вот я заблуждался, я это признаю, у меня было только два любимых языка. На первом месте у меня был русский язык. На втором месте я начал был с ноля изучать английский язык. Я пытался всеми силами минимализировать чтение украиноязычной литературы. У меня было единственное, самое любимое в науке психологии – это российская психология. Даже не скажу русская, а именно российская. Понимаете, я как учёный, я был фанатом вот эти питерские мастер-классы психологии. Я был фанатом российской психиатрии. На втором месте для меня была американская психология и американская психиатрия. Но на мою точку зрения она была слабее российской науки. И поэтому я фанатично читал русскоязычную, экспериментальную психологию Дружинина. Вот я фанатично на русском языке термины научные учил. Я культивировал российскую научную психологию. Я был идеалистом, и мне казалось в то время, что российский язык, русский язык, что это язык науки, что это один из самых мощнейших международных языков, и я его считал родным. Понимаете? Я любил учиться в университетах, потому что там профессора разговаривали на русском языке. И именно русский язык, ну это было для меня самое-самое любимое, что только можно. Он был на первом месте. Я выступал тогда фанатично обоими руками, чтобы побыстрее легализировать русский язык в Украине, как второй государственный язык. Понимаете? Насколько я был этому фанатичен. Я никогда не ощущал себя россиянином. Я любил только Украину, но я хотел, чтобы в Украине был государственный язык русский. И украинский, как второй государственный. Чтобы была полная свобода. Когда я читал лекции по психологии в Киевском геотрическом пансионате, в Территориальном центре социального обслуживания, я фактически никогда не использовал украинский язык. Все лекции я писал на русском языке и использовал русскоязычную литературу научную. Для меня российская психология – это был идеал, просто идеал. И я постоянно ориентировался на российских психологов, разных ученых, чтобы быть похожим на российского психолога. И у меня был идеал университета – это МГУ Ломоносов, которым никогда в жизни я не был, но вот это для меня такой один голос – идеальных университетов. Ну вот, понимаете? И в моем воображении тогда глупого мальчишки, то есть еще молодого психолога, у меня вот чем-то, знаете, российские психологи, психиатры, они ассоциировались с небожителями. Что вот эти люди – это идеал интеллекта. То есть это нечто высочайшее и величайшее на планете Земля. И я хочу быть, как они. Вот это была моя мечта. У меня была мечта быть русскоязычным, вот таким московским даже профессором. Это вообще такая была фантастика, где я ходил в экстазе и мечтал, что вот… То есть, понимаете, вот насколько я в то время заблуждался, насколько у меня какое-то было абсолютно неверная картинка сложилось в голове. И я мыслил, я общался, ну, я пытался общаться только на русском языке. И даже в общении с близкими людьми дома, хоть у меня мама украиноязычная, я постоянно переходил на русский язык. Я все писал только на русском языке в первую очередь. Да, иногда у меня были украиноязычные там стихи, пьесы, но это было второстепенное, потому что для меня… Ведь я фанатиком был. Для меня русский язык ассоциировался с величайшей наукой. И я хотел быть русскоязычным, ученым, психологом. И я дружил с россиянами. Вот именно у меня были друзья из Российской Федерации, где вот именно они были для меня, ну, не знаю, вот родными людьми. То есть настолько родными, настолько они были для меня, ну, как сказать, вот… Ну, вот, ну, просто родные люди, настолько родные и близкие, да? То есть, например, Валентина Николаевна Никитенко. У нее украинские корни, но она сама россиянка. То есть это самый любимый человек для меня. Ну, то есть… И другие еще люди, да? То есть, вот понимаете, я в то время, если… Я постоянно говорю, мне только на русском языке давайте. То есть только книжки какие-то на украинском языке. Я не буду покупать, я даже смотреть это не хочу. То есть мне это все не нравится, мне только давайте на русском языке. И поэтому в научном плане, если мою взять большую библиотеку, и мы будем просматривать книги научные по психологии, я и собирал бы огромную, как психолог, библиотеку, мы не можем там, считай, найти в прошлом книги на украинском языке. Они доминирующие русскоязычные. И даже если, говорю, была какая-то книга на украинском языке, я пытался ее не покупать и вообще не читать. В университете я переходил в ответах по психологии на русский язык, кто помнит. То есть я даже не хотел в университете отвечать на занятиях в прошлом тогда на украинском языке. Я отвечал на русском, я готовился в основном даже на русском языке. И когда вообще, вот, то есть я записывал конспекты на украинском языке, без сомнения, но это было для меня, ну, оно было такое второстепенное, потому что я видел, вот, да, я культивировал вот это огромное, мощное, русскоязычное психология, которая будет доминировать в Киеве. Я предпочитал российскую, русскую, вот эту литературу. Пушкин, Достоевский, вот, особенно его идиоты, да, Булгаков, мастера Маргарита. И другая русская литература, там, Вершов, значит, да, Конёк-Горбунок и так далее, и тому подобное. Это для меня был, ну, как вам сказать, ну, это было вершиной, да, то есть такой вот любимой вершиной. Все свои посты в то время я пытался писать на русском языке. Я с наслаждением читал Владимира Ильича Ленина. Материализм, эмпириокритицизм даже, понимаете, то есть для меня философия и наука, они были неотделимы от русского языка. Во снах я чувствовал себя, ну, и видел русскоговорящим. Каждый звук русского языка в вибрах моего головного мозга был родным. И у меня, считай, не было вообще друзей, которые разговаривали на украинском языке. Это были единицы. Я обожал Киеву потому, что там был русский язык. И не знаю, почему так фанатично я относился к этому. Мне удивительно это, понимаете? То есть просто удивительно. И когда еще в 15-м году, в 16-м году говорили о российской агрессии, я не верил в это. Я не пошел ни разу на Майдан, например. Потому что, ну, мне хотелось, чтобы на Майдане было побольше русского языка в то время. То есть это все было какое-то для меня чуждое, понимаете? Поэтому я ни разу не пошел. И я тогда за Януковича голосовал, к слову-то. И то есть я, ну, и вот когда я вдруг осознал и понял уже о том, что во всем виноват Путин, что это все, то, что я думал, это была ошибка, о том, что человеческая жизнь, это для них, для Российской Федерации второстепенная ценность, о том, что это Россия-агрессор, вот в тот момент я, ну, просто я даже умер, скажем так, на духовном уровне. Я отбросил всю русскоязычную литературу. И я претерпевал агонию, потому что никак не мог перейти в мышлении на украинский язык. Я начал читать залпом максимально вот с 2019 года украиноязычную литературу. Я начал переходить, да? И когда я говорил на украинском языке, родном языке, то есть было ощущение, что вроде это не я вообще говорю, что это вообще другой какой-то человек говорит. И на силу-силу я себя перепрограммировал. На силу-силу, понимаете? Ради того, чтобы не было войны. Ради того, чтобы не было убийств. Я противник номер один присоединения Украины к России. Украина – это независимое, суверенное государство. Свободное государство, где царила всегда свобода мысли. И что же произошло? Путин убивает десятки тысяч украинцев. Что я вижу в новостях, в ТСН, в других наших телеграм-украинских каналах? Я ужасаюсь, когда это вижу. В мою голову это не укладывается. У меня из России какие-то непонятные агрессивные посты, агрессивные угрозы идут о физическом убийстве, аресте. И чего угодно там идет, какие-то телеграммы приходят непонятные, вообще без номеров, какие-то, то есть, аккаунты, которые мне вот эти угрозы присылали. И присылают еще периодически. За то, что я за независимость Украины. Я перепрограммировал себя. Я себя поменял, я себя изменил. И, то есть, я выступил полностью категорически. Выступаю сейчас за единый государственный язык украинский. I learn English every day. Я изучаю английский каждый день. Путин сделал ужасающую трагедию, трагедию века. Людей нельзя воскресить. Людей нельзя оживить. Лучшие из лучших украинцы умирают, невиновные украинцы, наши солдаты. И лучшие россияне умирают солдаты. Зачем это все зло? Что за сумасшествие? Что за неадекватность? Что за агрессия сумасшедшая? Злоба и ненависть наполнили ум Путина, разум Путина. Он совершил военные преступления небывалого масштаба. Уничтожив навсегда все те идеалы и мечты, что были у меня. Ведь теперь уже никогда априори невозможно, чтобы я был русскоязычным психологом. Априори невозможно, чтобы я писал русскоязычные научные книги, как я когда-то хотел еще до 2015 года. Это все уже невозможно. Это все умерло. Это все уничтожено. Это агрессия российская. Это самый страшный геноцид и самое страшное злодеяние века. Я не могу прийти в себя. Я болен. Я просто умираю и погибаю этих уже больше 50 дней войны. Я впервые даже оказался на грани самоубийства, на грани сумасшествия. Потому что этот ужас войны нельзя пережить. Весь этот ужас со всех сторон. То, что меня, мою душу, как психолога и ученого, эзотерика, ранило. Я уже как полусумасшедший реально стал на грани полного безумия, где я убегаю в какое-то сумасшествие ради того, чтобы как-то защититься от этой сумасшедшей реальности, где все поломано, да, все уже окончательно поломано, безвозвратно. Что я видел, что я хотел когда-то видеть в Украине. Все умерло из-за агрессии Путина. Это ужасно. Я считал россиян братьями. Я их любил настолько сильно, что, ну, как бы, ну, это вообразить нельзя. Это вообразить нельзя настолько сильно. Я любил и боготворил россиян. Настолько я культивировал российскую психологию и психиатрию. Для меня это был мировой лидер номер один в научном измерении, в научном мире. И Путин все уничтожил. Все разрушил. И это теперь не жизнь, а ад. Я, конечно, поддерживал и поддерживаю Украину. Я поддерживал и поддерживаю вооруженные силы Украины, нашего президента Владимира Зеленского. Потому что я украинец, я умру украинцем. Я не россиянин. Я в шоке. У меня нет просто слов. Я верю и знаю, что Украина победит. Потому что правда с Украиной. Слава Украине. Героям слава. С уважением. Павел Нестеренко, Любомир Богоявленский.